Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря, пожалуй, можно выделить только лишь один отчет. Это данные по индексу цен производителей в Японии, в 23.50 по GMT. Можно сказать, что в переходе даже с торговой сессии вторника на среду. Из других релизов ничего интересного, но мы готовимся к торговой сессии среды, когда нашему вниманию сразу будут представлены данные по инфляции в США и выйдут протоколы последнего заседания американского регулятора. Вот это как раз тот самый фон, который может стать источником значительной волатильности всего спектра финансовых инструментов. Я рассчитываю на то, что индекс доллара, который пока консолидируется в районе 104 пунктов, сможет получить достаточную поддержку и превысить собственно это сопротивление, превратить его в поддержку и направиться уже к цели 105 пунктов ровно. Основания для этого действительно есть. Давайте вспомним, с чем мы работаем на текущем этапе. Во-первых, это очень сильное наследие прошлой недели, данные по Non-Farm Parallels, когда мы убедились в том, что американский рынок труда прогрессирует. Общее количество новых рабочих мест составило в прошлом месяце 303 тысячи. Прогноз предполагал рост на 200 тысячи. Другие компоненты отчета показали, что уровень безработицы снизился с 3,9 до 3,8 процентов. И даже покопавшись в динамике прироста зарплатных плат, мы тоже убедились в том, что они остаются на очень высоких уровнях, и это будет способствовать и уже, так есть, росту потребительской активности и тем самым создает дополнительные условия для удержания индекса потребительских цен существенно выше целевого ориентира американского регулятора, который находится на 2-процентной целевой отметке. Безусловно, после выхода данных по американскому рынку труда отчетам Non-Farm Parallels очень сильно поменялись ироничные ожидания, относительно того, как даже американский регулятор начнет корректировать монетарную политику и снижать ключевую процентную ставку. Сейчас, по данным инструмента FedWatch Tool, эта вероятность составляет 48 процентов. Но, уверяю вас, если завтра, когда мы будем анализировать данные по инфляции, мы убедимся в том, что инфляция остается повышенной, то уже к концу завтрашней торговой сессии вероятность снижения ставки станет еще ниже. Очень много было комментариев представителей американского регулятора, и мне нравится то, что у них вырисовывается одна общая позиция. Надеюсь, то, что никаких исключений не будет, и с таким единством мнений мы подберемся к самому следующему заседанию американского регулятора. Из последних комментариев стоит отметить заявление главы Миниапольса Нила Кашкария о том, что из-за сильного рынка труда, конечно же, могут очень сильно измениться планы американского регулятора, и, может быть, не будет даже необходимости в том, чтобы один раз снизить процветную ставку. Здесь отсылка делается на то, что если экономика будет расти так же динамично, как и сейчас, инфляция будет демонстрировать признаки роста, а рынок труда останется настолько прогрессирующим, как по итогам прошлого месяца. Глава Далласа ФРБ, регионального отделения ФРС Далласа, Лори Логан, также отметила, что на текущем этапе слишком рано говорить о смягчении американской монетарной политики. И Мишель Боуман, который является тоже представителем американского регулятора, поддержал такую позицию. В общем, аналогичное мнение. Я считаю, что в текущих условиях у нас нет оснований говорить о смене рыночных настроений, о том, что продавцы могут вернуться на рынок. Даже если они вернутся на рынок, это будет связано, скорее всего, с каким-то техническим паттерном, но не более. Фундаментальный фон за то, чтобы индекс доллара рос, американская валюта крепчала, и так будет продолжаться ровно до тех пор, пока американский регулятор не даст нам сигнал того, что он готов начать смягчать национальную монетарную политику. Золото 2343 доллара за тройскую унцию. По сути, мы находимся вблизи рекордных максимумов, и, может быть, покупатели настолько поверят в себя, что решат на текущем фундаменте оказаться еще выше. Но я еще один большой акцент повторно с моей стороны, что с золотом связывается сейчас очень рискованно. Золото имеет, да, если говорить о геополитических рисках, о том, что рано или поздно начнется смягчение национальной монетарной политики всех центральных банков. Это условия для роста золота. Но краткосрочно золото сегодня перегрето, и золото должно показать коррекцию на фоне текущих данных и показателей по доходности американских облигаций. Самая лучшая рекомендация сейчас – побыть вне рынка и поработать с другими инструментами, которых, в принципе, достаточно. Евро против доллара 1,0855. Из последних данных стоит отметить снижение экспорта Германии на 2%, промышленное производство, которое снизилось на 4,9%. В годовом выражении это все в копилку тех слабых отчетов, которые тянутся с прошлых недель и месяцев. Ждем заседания Европейского центрального банка, которое состоится в этот четверг. И очень рассчитываю на мягкую риторику главы ЕЦБ Костин Лагард на фоне вот этих вот слабых отчетов и очевидного снижения инфляции, настолько значительного, что индекс потребительских цен, по сути, уже подобрался к 2-процентному целевому ориентиру. Доллар канадец 1,3580. Контраст двух отчетов по рынку труда США и Канады создал идеальные условия для ослабления канадского доллара. И самое главное, мы, по сути, в одном дне завтра состоится заседание Банка Канады от решения канадского регулятора по ключевой процентной ставке. Мало вероятности, что ее изменят, но я очень рассчитываю на мягкую риторику руководства Банка Канады, исходя из провального релиза по рынку труда. И этим точно смогут воспользоваться покупатели американского уже доллара и, соответственно, продавцы канадской валюты. Цели по паре доллар-канадец 1,3650. Доллар-франк 0,9050, целевый ориентир 0,92 все также актуален. Здесь в качестве основной идеи тоже можно использовать контраст, но прям конкретно монетарной политики. ФРС отказывается пока от того, чтобы снижать ключевую процентную ставку, и при текущем фундаментальном фоне вряд ли соберется в ближайшие месяцы. А вот Национальный банк Швейцарии уже снизил процентную ставку с 1,75% до 1,5%. А поскольку инфляция в Швейцарии остается на отметке 1%, я думаю, что неизбежно последуют и другие послабления условий кредитования. Путь вверх открыт. Биткоин 71 тысяча, две недели до халвинга. Ждем новые исторические максимумы. Доллар-иена 151,86, 110 пунктов до нашего целевого ориентира 153. И спекулятивно все еще эта сделка очень интересна, потому что ни Минфин, ни Банк Японии, помимо того, что просто пугают рынок валютными интервенциями, пока, судя по всему, не готовы их задействовать. И что касается нефтянки, здесь тоже статус-кво, позиция наблюдения 90.65. Заманчиво, да, купить, учитывая то, что тренд остается восходящим. Но оцен делаем на фундаментальный фон и признаки деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Израиль вроде бы как выведет часть военного контингента с палестинской территории. И, соответственно, если возобновятся переговоры при участии Египта, ну, я надеюсь, как и любой нормальный человек, могут сложиться предпосылки для достижения какого-то мира. В этом случае нефтянка лишится ключевого фактора поддержки и, скорее всего, уйдет на глубокую коррекцию. Ну, если это произойдет, мы обязательно воспользуемся ситуацией, поставим на снижение рынка нефти. А пока вне сделок. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok